Песни Великой Победы в исполнении Иосифа Кобзона такая же неотъемлемая часть культурного наследия, как, например, роман «Горячий снег» или фильм «17 мгновений весны», в котором, кстати, тоже звучит знаменитый баритон. Чебоксарцы смогли услышать его вживую. В репертуаре Иосифа Давыдовича сотни самых разных песен, которые старшее поколение любит, а молодежь как минимум знает. А у нас во дворе надежда, команда молодости нашей, но именно военная лирика близка и понятна всем в этой стране. Независимо от возраста, пола и национальной принадлежности. Каждая песня – маленькая история большой жизни. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил. Я шел к тебе четыре года, я три державы покорил. Хмелел солдат, слеза ходилась, слеза не сбывшихся надежд. А на груди его светилась, медаль за город Кудапешт. Первый исполнитель песни «Враги сожгли родную хату» Марк Бернес говорил. Я пою не голосом, а сердцем. Иосиф и Кобзона тоже любят не только за вокальные данные, но и за глубокое уважение к зрителям. Два часа без антракта. Этот не очень молодой и не очень здоровый человек пел без всякой фонограммы. И каждая песня требовала больших душевных сил. Прощай, прощай, мой ровесник, мой товарищ. Прощай, прощай, прощай. Мы уходим в дым пожарищ над тобой. Роняя грусть, словно мама плачет иво. Именно такие песни надо оставить в наследство будущим поколениям, как источник по истории нашей страны, как пособие по патриотическому воспитанию. Чтобы они любили свою землю, свою родину, свою отчизну, своих родителей, своих друзей. И наш подарок, вот картина на память, о нашем городе, столице нашей республики. Финальная часть концерта получилась особенно впечатляющей. К Иосифу Ковзону присоединилась симфоническая капелла под управлением Мариса Еклашкина. Гимн Великой Победы прозвучал, как полагается, торжественно и убедительно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова